Всем привет! Если рядом с вашим домом есть речка или озеро, то вы наверняка знаете, что в определенных его местах нельзя плавать ни в коем случае. Ну, например, какие-нибудь там подводные камни или, по легенде, живет страшное чудище. Но на свете существуют водоемы, в которых не только нельзя купаться, но по возможности лучше даже не засовывать туда руки и ноги. И мы вовсе не хотим вас напугать, сейчас сами все увидите. Итак, это места, в которых лучше не плавать. Поехали! Бабли Крик Предупреждаем сразу, если вы успели сделать себе бутерброд или запастись какими-то другими вкусняшками перед просмотром, лучше отложить их в сторону, потому что эта история точно способна испортить аппетит. И пусть вас не обманывают пузырьки в названии этого водоема, потому что их происхождение ну никак не связано с чем-нибудь милым. Когда-то на его месте располагались болота, но вместе с ростом Чикаго узкие речушки выровняли, чтобы обеспечить приток свежей воды в город. Правда, как это часто бывает, вместе с городом развивалась и промышленность, а все ее отходы, само собой, сливались в первое попавшееся место. К сожалению, этим местом оказался один из притоков реки. Со временем на дне водоема скопилось огромное количество мусора, большую часть которого составляли продукты животного происхождения, и вода буквально начала бродить и пузыриться. Если кому-то сейчас стало плохо, мы вас честно предупреждали. Енисей Огромная прекрасная река Енисей смертельно опасна для любого, кто решит в нее окунуться. И не из-за сильного течения или чего-то подобного, содержание разнообразных микробов в воде Енисея превышает любые допустимые нормы. Если наглотаться такой воды, можно заразиться сразу кучей всяких неприятных болячек, которые придется очень долго лечить. Но это не единственная проблема. Разные предприятия сливают в воду нефтепродукты и прочую химическую ерунду, которая способна не только вызвать у вас пару-тройку хронических заболеваний, но и подорвать здоровье навсегда. В общем, мы очень не советуем вам когда-нибудь купаться в Енисеи, даже если очень захочется. Хорсшу Лейк Это Калифорнийское озеро по-настоящему великолепно, если не считать одной маленькой детали. После нескольких землетрясений, произошедших в регионе в 1989 и 1990 годах, случились выбросы вредного газа, которые буквально убили все деревья вокруг водоема. Да, они до сих пор так лежат там, как бы напоминая туристам об опасности, потому что она никуда не делась. Дело в том, что выбросы этого ядовитого газа происходят до сих пор, и они совершенно непредсказуемы. То есть, в один день вы их даже не заметите, а в другой они запросто могут уничтожить все живое, включая незадачливых туристов. Кипу Фоллс Есть на Гавайях водопад, который является одним из любимых мест для купания среди туристов. Однако местные власти всерьез беспокоятся, поскольку вместо того, чтобы мирно отдыхать и наслаждаться красивым видом, гости водопада прыгают в озеро рядом с ним с большой высоты, и это, ну, не заканчивается ничем хорошим. В лучшем случае туристы могут отделаться переломами различной степени тяжести и провести остаток отпуска в гипсе. Из-за многочисленных несчастных случаев гавайское управление по туризму даже собирается удалить из путеводителей все упоминания о водопаде Кипу Фоллс. Ну а местные жители утверждают, что все дело в духе водопада, который отличается скверным характером и очень не любит, когда его тревожат шумные туристы. Остров Фрейзер Пожалуй, если мы скажем, что сейчас речь пойдет об Австралии, вы сами сможете догадаться, что такого опасного скрывается на пляжах острова Фрейзер. Да, правильно, там опасно абсолютно все. Несмотря на то, что это место выглядит как райский уголок, купаться рядом с островом нельзя ни в коем случае. В первую очередь из-за сильного отбойного течения, который запросто может утопить неопытного пловца. В случае, если вам удастся избежать течения, к нему на помощь придут акулы, ядовитые медузы и даже морские крокодилы, которые с удовольствием пообедают незадачливым туристам. Но если вы думаете, что можно просто не залезать в воду и спокойно поваляться на пляже, спешим вас разубедить. Это ведь Австралия, поэтому на суше вас будут подстерегать ну совсем недружелюбные ядовитые пауки, а вместе с ними голодные собаки Динго. В общем, лучше выбрать какое-то другое место для отдыха. Озеро пустое. Представьте себе водоем с кристально чистой пресной водой. Ее не загрязняли выбросы каких-нибудь химических комбинатов. Да чего уж там. Все многочисленные тесты, которые проводились учеными, подтверждают, что вода в озере не содержит ни одного известного науке яда. Единственная странность, которая может похвастать пустое, это маленькие пузырьки газа, которые делают его воду похожей на шампанское или какой-нибудь спрайт. Но эти природные газы тоже абсолютно безвредны. Вокруг не происходило техногенных катастроф, словом, практически идеальное место посреди Западной Сибири. Но по какой-то невероятной причине в этом озере нет рыбы, к нему не прилетают птицы и кажется, что все живое старается держаться от водоема подальше. Почему? Это остается загадкой для ученых. Поэтому мы бы не советовали купаться в этом озере. Ну, мало ли что. Голубое озеро Тайны этого озера, расположенного в Кабардино-Балкарии, уже много лет не дают покоя не только аквалангистам, но и ученым. И дело не только в его красоте или ярко-голубом цвете воды, который обеспечивается высоким содержанием сероводорода. На самом деле это место считается по-настоящему мистическим. Говорят, что до сих пор никому не удавалось увидеть дно водоема, а местные легенды утверждают, что его и вовсе нет. Да, ученые нашли дно Марианской впадины, но так и не смогли понять, где заканчивается Голубое озеро. Еще большую жутковатость озеру придает тот факт, что здесь совсем не водится рыба, а нырельщики, которые пытались отыскать дно Голубого озера, уезжали оттуда на скорой помощи. Кроме того, остается загадкой, как озеро наполняется водой, ведь в него не впадает ни одной речки или хотя бы маленького ручейка. Считается, что под Голубым озером расположена целая система подводных пещер, однако пока никому не удалось подтвердить или опровергнуть эту гипотезу. Озеро Мона Если забить в гугл название этого озера, то вы увидите, насколько там красиво. Честное слово, любую из фотографий этих мест можно смело использовать в качестве обоев для рабочего стола или даже распечатать и повесить на стену. Впрочем, такая красота очень обманчива, ведь озеро Мона входит в число самых опасных водоемов планеты. А все из-за Лос-Анджелеса, который начал разрастаться еще в 40-х годах прошлого века и постепенно истощил все притоки озера. Мона пересыхала на протяжении 50 лет и успела потерять половину своего объема, прежде чем экологическую катастрофу заметили люди. Конечно, сразу были приняты меры, но было уже слишком поздно. Из-за высокой концентрации соли озеро стало токсичным и переполнилось всякими карбонатами, хлоридами и сульфатами. Престижный Лос-Анджелес решил исправить свою ошибку, но на проект по восстановлению озера Мона могут уйти десятилетия. Eagles Nest Sinkhole Со стороны этот водоем, расположенный во Флориде, кажется самым обычным прудом с чистой водичкой, который не представляет совершенно никакой опасности. Но стоит нырнуть поглубже, и сразу становится понятно, почему даже опытным дайверам лучше не иметь дело с этим озером. Все из-за сети подводных пещер и переходов между ними, длина которых достигает полутора километров. В некоторых местах это безобидное на вид озеро имеет глубину около 100 метров, так что изучать водоем без специальной подготовки точно не стоит. Некоторые даже называют озеро Эверестом в мире дайвинга, и, пожалуй, это самое справедливое название, какое только можно придумать. Может быть, и вы знаете какие-нибудь загадочные места, в которые лучше не соваться? Делитесь этим в комментариях, чтобы все знали, где лучше не плавать. Любишь крутые и зрелищные эксперименты? Тогда заходи на этот канал! Там ты найдешь кучу полезных лайфхаков и много крутых самоделок, которые точно не оставят тебя равнодушным! Подписывайся и сможешь удивить своих друзей! А на этом сегодня все. Моя мастерская, твое настроение!